Уважаемые коллеги, доброе утро. Для тех, кто у нас участвует из других, из дальних регионов с Востока, у тех уже добрый день наступил. Мы начинаем с вами наш вебинар, который называется «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать». Вебинар проводит Евгения Владимировна Костюк, заведующий кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, автор федерального курса МИЛИ и автор замечательных пособий по подготовке к ЕГЭ. Прежде чем мы начнем слушать лектора, давайте с вами обговорим несколько организационных вопросов. Сначала проверим звук. Скажите, пожалуйста, достаточно ли хорошо вы меня слышите? Да, замечательно. Ну что ж, уважаемые коллеги, если вам слышно хорошо, то мы тогда переключаемся сейчас на Петербург, Евгений Владимирович начнет с вами общаться. Если у кого-то звук будет не очень хороший, то по традиции тогда что вы можете сделать? Вы можете зайти через другой браузер, либо, как вариант, вы можете заморозить видео. Для того, чтобы заморозить видео, вам необходимо навести курсор на изображение лектора. Перед вами в правом нижнем углу появится картинка, символ видеокамеры. Нажимаете на нее, и видео замораживается. В конце вебинара мы дадим ссылку, по которой вы сможете скачать сертификаты участника вебинара. У вас будет возможность пообщаться в конце вебинара с Евгением Владимировным, который постарается ответить на ваши вопросы. Если мы с вами не сможем уложиться в запланированное время вебинара, то на остальные вопросы мы постараемся ответить на форуме englishteachers.ru. Ну что ж, уважаемые коллеги, приветствуем Евгению Владимировну и начинаем вебинар. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада вас видеть даже в такой виртуальной форме на нашем вебинаре. Сегодня последний день весны, и трудный, как обычно, учебный год уже почти подошел к концу. И логично в преддверии единого государственного экзамена поговорить на эту тему. О подготовке к единому государственному экзамену, о роли контроля в процессе обучения иностранным языкам, ну и о том, как избежать тех ошибок, как предотвратить нежелательные результаты, как построить обучение в старшей школе для того, чтобы наши учащиеся действительно продемонстрировали те знания, те умения, которым мы их так старательно учили в течение всего процесса обучения в школе. Я постараюсь говорить погромче, вижу ваши комментарии. Попробуйте проверить регулятор звука на своих компьютерах, на максимум их поставить, чтобы было послышнее. Перехожу к теме нашего сегодняшнего вебинара. И прежде чем мы будем говорить о стратегиях подготовки к ЕГЭ, хотела бы остановиться и сказать пару слов о том, каким образом вообще простроен контроль в средней школе и вообще какие функции выполняет единый государственный экзамен. На мой взгляд, неправильно выделять вопрос подготовки к единому государственному экзамену в какое-то отдельное направление или какую-то отдельную методику. В общем-то, ЕГЭ – это итоговая аттестация, и основная его функция – это проверить достижение результатов федерального государственного образовательного стандарта. Поэтому ЕГЭ – это не нечто отдельное, не какая-то дополнительная сложность, а просто форма проверки результатов, насколько хорошо мы их достигли, и действительно ли уровень коммуникативной компетенции наших выпускников соответствует тем задачам, тем целям, которые перед нами ставят государственные стандарты. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на такую схему, в которой я вкратце обрисовала ту систему контроля, которая сейчас существует в государственных образовательных учреждениях. В основе лежит федеральный государственный образовательный стандарт, который определяет для нас цели, определяет для нас задачи, определяет содержание обучения и требования к достигнутым результатам. На основе федеральных государственных образовательных стандартов создаются примерные программы. Авторы федеральных ОМК также пишут свои авторские программы. По закону об образовании преподаватель, учитель английского, немецкого или французского языка, о каком бы мы иностранном языке ни говорили, на основе примерных авторских программ разрабатывает свою рабочую программу, которая показывает, как именно в его образовательных условиях, в конкретных условиях образовательного учреждения, класса, школы будет реализовываться стандарт. Федеральные ОМК должны соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту и примерным государственным программам. Для составления тестовых материалов составляется кодификатор. Это документ, в котором перечислены элементы содержания, которые подлежат проверке на этапе окончания среднего полного образования. И уже этот кодификатор служит основой для авторов тестов, когда они создают демо-версию, тренировочные тесты и сам тест единого государственного экзамена. Таким образом, единый государственный экзамен является верхушкой этой пирамиды и представляет собой набор упражнений, который должен позволять проверить достижения тех результатов, которые выставляет Федеральный государственный образовательный стандарт в качестве основных требований. На данный момент можно говорить уже о сформированной системе контроля на всех трех основных этапах обучения иностранному языку. И несмотря на то, что мы начали сверху, с единого государственного экзамена, постепенно была разработана концепция государственной итоговой аттестации в конце девятого класса, которая проверяет итоги основной школы, и существуют методические рекомендации по организации итоговой аттестации на итоге младшей ступени, то есть по окончании начальной школы для учащихся четвертых классов. Таким образом, у нас на данный момент есть три важных этапа, и единый государственный экзамен становится таким финальным аккордом в обучении иностранному языку и окончательной проверкой знаний и умений учащихся. Сейчас вопрос подготовки к единому государственному экзамену получил новый ракурс. Несмотря на то, что он уже далеко не нов для нашей практики, и мы уже сдаем его не первый год, и достаточно большое количество выпускников и учителей иностранных языков прошли через подготовку к единому государственному экзамену. И, в общем-то, уже мы хорошо знакомы и с форматом, и с правилами проведения единого государственного экзамена. Но в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов и с утверждением стандарта для старшей школы, которым единый государственный экзамен планируется ввести как третий, обязательный для всех выпускников 11 класса, естественно, возникают новые вопросы о том, каким образом обеспечить хороший результат. Сегодня я попробую ответить на этот вопрос как авторы УМК Милли и Нью Миллениум Энглиш, как авторы пособия по подготовке к единому государственному экзамену, ну и поделюсь своим собственным педагогическим опытом в этом направлении. Хочу сказать, что так как единый государственный экзамен является итогом освоения образовательной программы по иностранному языку, то одна из его функций – это, естественно, определить уровень коммуникативной компетенции учащихся. Сейчас наш государственный стандарт тоже ориентируется на уровни владения языком, заявленные в единой европейской шкале. Здесь на слайде, конечно, много текста с описанием, но нам нужно не само описание, эти описания уровней вы можете легко найти в открытых источниках, а сама шкала. Мы знаем с вами, что в единой европейской шкале у нас описаны 6 уровней владения языком – А1, А2, В1, В2, С1 и С2. И спецификация государственной итоговой аттестации в конце 9 класса и спецификация единого государственного экзамена по итогам 11 класса уже оперирует именно этими уровнями. С точки зрения того, что требуется от наших учащихся, государственная итоговая аттестация по итогам 9 класса предполагает владение иностранным языком и владение коммуникативной компетенцией на уровне А2. В рамках государственной итоговой аттестации существует базовый уровень, существует задание повышенного уровня, но и тот, и другой уровень не превышает уровня владения языком А2. Единый государственный экзамен, являясь формой проверки достижения результата Федерального государственного образовательного стандарта, одновременно выполняет еще одну функцию, а именно дифференцировать выпускников по уровням владения языком. Поэтому у единый государственный экзамен контрольно-измерительные материалы для единого государственного экзамена – это разноуровневые материалы и включают в себя задания на трех уровнях – на базовом, повышенном и высоком. Базовый уровень будет относиться к уровню А2+. Мы с вами знаем, что уровень владения языком – это не точка, это скорее отрезок, и можно находиться в начале этого уровня, можно уже приближаться к следующему уровню. Поэтому единый государственный экзамен включает в себя задания на верхушке уровня А2, повышенный уровень соответствует уровню B1 и также содержит задания высокого уровня, которые будут соответствовать уровню B2. Вот таким образом уровни единой европейской шкалы представлены в наших контрольно-измерительных материалах для государственной итоговой аттестации в конце 9 и в конце 11 класса, и эти уровни также являются и для нас ориентирами при подготовке к единому государственному экзамену. На мой взгляд, можно много говорить о рецептах подготовки к ЕГЭ, о стратегиях, о формировании навыков выполнения определенного типа экзаменационных заданий, но ключом к успешной издаче единого государственного экзамена в первую очередь является, конечно, уровень владения иностранным языком нашими учащимися. Не обеспечивая достижение определенного уровня, тех уровней, которые предусмотрены контрольно-измерительными материалами, высокого результата ждать не стоит, потому что даже натаскивание на тесты и тренировка на определенные виды заданий, овладение какими-то стратегиями и алгоритмами не спасет выпускника, если нужный уровень коммуникативной компетенции не достиг. Поэтому целенаправленное, систематическое изучение иностранного языка на протяжении всех 10 лет, которые учащиеся учат иностранный язык в школе, это основное условие достижения успеха. Но мы, безусловно, с вами понимаем, что единый государственный экзамен – это испытание определенного формата и вызывает как организационные, так и некоторые психологические трудности учащихся. Поэтому старшая школа изучения иностранного языка в 10 и в 11 классе играет очень важную роль в этой подготовке. Да к тому же на данном этапе зачастую многие учащиеся именно только в старшей школе принимают решение, какой единый государственный экзамен они будут сдавать, пока иностранный язык относится к экзаменам по выбору. А иногда это решение принимается даже не в 10 классе, а в конце, в середине 11. Поэтому, если говорить о задачах, которые стоят перед педагогами на этапе обучения в старшей школе, я считаю, что они следующие. Прежде всего, нужно определить проблемные области, то есть понять, какие темы были изучены не очень глубоко, какие темы подзабылись, где есть трудности, в каких явлениях грамматических или лексических учащиеся делают системные ошибки. И определив эти проблемные области, соответственно, скорректировать программу обучения на 10 и 11 класс. Конечно, нужно задуматься о причинах этих ошибок и проанализировать те ошибки, которые типично допускают наши учащиеся в 11 классе в едином государственном экзамене, и попробовать их предотвратить. Выполнение заданий теста, безусловно, потребует нашего с вами внимания для того, чтобы учащиеся разработали свои собственные эффективные стратегии выполнения инновационных заданий. На мой взгляд, нет единой стратегии, которая была бы рекомендована каждому сдающему, и задание нужно было бы выполнять только так и именно так. Возможно, варианты, и выпускники могут подходить к выполнению инновационных заданий по-своему, исходя из в том числе своих собственных личностных особенностей. Безусловно, один из самых важных моментов и одной из самых важных причин, почему учащиеся не достигают высоких результатов в едином государственном экзамене на этапе 11 класса – это недостаточный словарный запас. Мы с вами, как преподаватели, наверняка знаем, что это самое сложное – вывести лексику на уровень активного использования. Мы очень много делаем с вами упражнений лексических на синонимические ряды, на устойчивые словосочетания. Мы делаем большое количество лексических упражнений, но когда мы доходим до уровня продуктивного использования лексических и грамматических структур, получается, что на уровень активного использования далеко не весь словарный запас наших учащихся выходит. Это одна из трудностей и один из моментов, который действительно на едином государственном экзамене очень серьезно проявляется. Важно систематизировать грамматический материал. Система английской грамматики изучается постепенно в течение всего обучения иностранного языка. И одно и то же время мы проходим на разных этапах. То есть мы сначала изучаем одну сторону использования грамматического материала, потом другую, потом третью. И, например, изучая Present Simple, мы сначала изучаем, что мы используем данное время, когда говорим о повторяющихся явлениях. Потом узнаем, что можно Present Simple использовать тогда, когда мы говорим о фактах, научно доказанных явлениях, о том, что всегда является истиной. Потом мы узнаем, что есть ситуации, когда мы будем использовать Present Simple в значении будущего времени. И таким образом наша грамматическая компетенция постепенно дополняется, пополняется и совершенствуется. Но для учащихся зачастую эти знания являются разрозненными, не обобщенными в единую систему. Поэтому одна из задач 10-11 класса – это именно систематизация грамматического материала. Если вы изучите кодификатор, вы увидите, что нового грамматического материала в 10-11 классе практически не предусмотрено. Всего несколько новых грамматических явлений. И то не обязательных для базовой школы, а обязательных только для школ с углубленным изучением иностранного языка. Поэтому, на мой взгляд, планирование и составление рабочей программы должно обязательно предусмотреть именно систематизацию грамматического материала. Ну и, безусловно, дополнительный практикум – найти языковые явления, которые требуют дополнительного внимания нашего. Мы сегодня на вебинаре с вами сосредоточимся на тестовой части экзамена, то есть на его бланковой части, на таких видах речевой деятельности, как аудирование и чтение, и на языковой компетенции учащихся, то есть на разделе грамматика и лексика. Разделы аудирования и чтения мы будем с вами рассматривать, сопоставляя их, потому что это оба рецептивные виды речевой деятельности, и между ними есть много общего. Если мы посмотрим на формат экзаменационных заданий, и в том и в другом разделе нас ждет три упражнения. Первое упражнение как по аудированию, так и по чтению проверяет умение учащихся выделять, понимать основную мысль текста, прослушанного или прочитанного, и по типу упражнения – это задание на нахождение соответствий. Второе задание в аудировании – это задание типа True-False, Not-Stated, и в этом задании проверяется умение учащихся и лишь необходимую информацию из прослушанного текста. Текстом является диалог. В чтении же второе задание достаточно сложное, традиционно вызывает трудности у выпускников, и в нем предполагается проверить умение учащихся видеть логико-смысловые связи в тексте. Для этого им нужно в пропуске в тексте вставить части предложений, учитывая грамматические средства связи и логические средства связи. И третье задание и в том, и в другом разделе – это задание на множественный выбор. Разница состоит в количестве, правда, вариантов ответов. Для аудирования предлагается три варианта ответа на каждый вопрос, для чтения – четыре варианта ответа на каждый вопрос. И это задание уже проверяет способность ученика детально или полностью и точно понять всю информацию из текста. Три задания и три основных элемента содержания. Но каждый из этих элементов содержания подразумевает целый комплекс подумений. Если мы будем говорить о чтении как о виде речевой деятельности, какие элементы этого умения необходимо сформировать? Во-первых, умение определить тему текста. Хочу здесь заметить, что тема и основная мысль – это разные вещи. Одна и та же тема может быть у нескольких текстов, но основная мысль будет разная. Именно это и присутствует в первом задании в разделе чтения. Умение определить отношение автора к написанному, что не так-то легко, потому что кроме эксплицитного заявления автора о своих мыслях и своем мнении по каким-то проблемам, есть еще скрытая информация или то, что мы называем не содержанием текста, а его смыслом, которое потребует от учащихся выделить информацию из текста, которая там дана неявно. Умение отделять главные факты от второстепенных, что тоже не так легко для наших учащихся. Устанавливать временную и логическую последовательность основных фактов текста, что тоже присутствует в вопросах к заданиям. Использовать разные виды чтения – ознакомительное, просмотровое, поисковое и изучающее. То есть понять, в зависимости от задания я могу просмотреть текст быстро и сконцентрироваться только на ключевых словах, или я должен какие-то части этого текста перечитать несколько раз, обращая внимание на каждое слово. Использовать различные приемы смысловой переработки текста, уметь подчеркивать, обводить важную информацию, использовать стрелочки и другие графические приемы для того, чтобы информацию понять в тексте. Использовать смысловую догадку, потому что в тексте всегда будут незнакомые слова. Интерпретировать информацию, данную в тексте, что обычно требуется в последнем вопросе третьего задания. Умения в области аудирования похожи на те умения, о которых мы говорили в разделе чтения, потому что это тоже рецептивный вид речевой деятельности. Но есть и своя специфика. Конечно, тоже учащиеся должны уметь определить тему текста, определить отношение говорящего к сказанному, но здесь уже будет большее значение иметь интонация, паузация, логическое смысловое ударение, которое используют говорящие. Также учащиеся должны уметь игнорировать неизвестный языковой материал, который не мешает их пониманию, а не входить в ступор, сразу же, как только они слышат незнакомое слово. Безусловно, те же умения, которые были в чтении, здесь будут повторяться и устанавливать временную логическую последовательность данных фактов текста важно как в чтении, так и в аудировании, использовать языковую догадку и контекст, интерпретировать информацию, данную в тексте, ну и, как я уже сказала, обращать внимание на смысловое ударение и на интонацию. Я рада, что в вебинаре сегодня принимает участие из разных регионов учителя со всей России. Вот эти типичные ошибки, которые у меня представлены на слайде, они основаны на том аналитическом отчете, который существует в Санкт-Петербурге. И, к сожалению, из года в год аналитический отчет показывает, что типичные ошибки учащиеся делают одни и те же. И эти типичные ошибки связаны, как правило, со следующими факторами. Во-первых, неправильный выбор стратегии выполнения задания. Дети тратят слишком много времени на то, на что не нужно тратить, или пропускают важные этапы выполнения задания. Невнимание к контексту. Наш с вами любимый английский язык известен с многозначностью своих лексических единиц. Когда вроде бы ребенок слышит знакомое слово, но неправильно определяет его значение. И, соответственно, это сильно влияет на выбор ответа и приводит к ошибочному ответу. Дистракторы, которые, безусловно, добавляются в тексты, которые предлагаются в единогосударственном экзамене, и могут служить важной помехой. Наличие большого количества амонимов, амофонов, которые, особенно при выполнении заданий на аудирование, тоже зачастую являются причиной ошибки. Неумение определить синонимы и перефразы. Учащиеся зачастую делают вывод об ответе правильно, опираясь на конкретные слова, а не на их смысл. Поэтому неумение распознать синонимы в вопросе и синоним в тексте, неумение распознать перефразированную информацию является одной из самых частых причин, ошибок, которые допускают учащиеся. Опора на общепринятые знания о мире. Сама являлась свидетелем такого случая, когда был текст в разделе чтения про Скарлетт О'Хара, и один из вариантов ответа был, что у Скарлетт О'Хара было три мужа. На самом деле в тексте информации об этом не было. Так как учащиеся смотрели фильмы, читали книжку, они написали, что это правда, выбрали этот вариант ответа, что являлось неправильным ответом, потому что правильным ответом было, что в тексте информации об этом не было. И на основе той информации, которая была дана в тексте, вывода было сделать нельзя. Невнимание к видовременным формам глаголов. Грамматика является универсальным аспектом, и универсальность его в том, что он присутствует абсолютно в любом виде речевой деятельности. И если говорить о разделе чтения и аудирования, то грамматика прежде всего несет смысл, передает смысл сказанного. И невнимание к той или другой форме, к тому или иному времени, приводит тоже к неправильному ответу. Ну и зачастую учащиеся просто не отвечают на вопрос, не зная или сомневаясь, что тоже является стратегически неверным. Давайте посмотрим, как мы можем эти типичные ошибки предусмотреть и предупредить. Безусловно, задания, которые помогут учащимся выбрать правильный способ выполнения того или иного типа упражнения, они очень важны. Если мы будем говорить об аудировании, то все время выполнение раздела можно разделить на 4 этапа. До прослушивания, во время первого прослушивания, во время второго прослушивания и после прослушивания. Давайте с вами попробуем определить, когда мы будем выполнять следующие действия. Ну или не мы, а наши с вами выпускники. Когда будет правильно это сделать с нашей точки зрения. Когда, на каком этапе учащиеся должны будут проверить данные ответы, найти им дополнительное подтверждение. Как вы считаете? Ну вот, на мой взгляд, это нужно сделать во время второго прослушивания. Я вижу, что вы со мной согласны. Занести ответы в бланк, как вам кажется? Наверное, заносить ответы в бланк наши учащиеся будут уже после прослушивания. Это действительно так. Подчеркнуть в вопросах ключевые слова. Как вам кажется? Когда это будет правильно? Да, действительно, до прослушивания текста, когда дается время на ознакомление с вопросами, учащиеся должны быть приучены, что ключевые слова в вопросах, они должны подчеркнуть. Написать в тестовом буклете все возможные ответы рядом с вопросом. Как вы думаете, когда будет разумно это сделать? Кто-то пишет, что вообще это не нужно делать. Но мне кажется, что это полезно. И действительно, во время первого прослушивания стоит это сделать, потому что если мы не уверены в каком-то одном окончательном варианте, лучше будет все возможные ответы написать, потому что во время второго прослушивания мы уже будем знать, что нам здесь нужно сконцентрироваться и подтвердить один из выбранных нами вариантов. Если же мы только один какой-то отметим вариант, мы можем просто забыть и потерять какие-то другие возможные ответы, которые тоже могут быть правильными. Прочитать инструкцию. Обычно учащиеся, которые идут сдавать ЕГЭ, они, в общем-то, знакомы с инструкцией, потому что это вещь стандартная. Но на всякий случай инструкцию читать нужно, и желательно до прослушивания, а не после того, как задание сделали, чтобы не сделать лишнего. Экзамен – это всегда стресс, требует большой концентрации и внимания, поэтому прочтение инструкции – это вещь, которая психологически очень хорошо вводит в выполнение задания, позволяет ученику сосредоточиться. Прочитать вопросы. Прочитать вопросы, конечно, мы будем читать их до, а не во время прослушивания текста, у нас на это не будет времени. Написать рядом с вопросом ключевые слова, определяющие выбор ответа. Это всегда полезно для себя, потому что, чтобы проверить себя, что я действительно правильно выбрал этот ответ, у меня есть ключевые слова, которые я услышал в тексте, которые подтверждают те ключевые слова, которые я подчеркнул вопросом. Найти подтверждение тому, что остальные ответы не верны. Не всегда получается сделать это полностью, потому что у нас ограничено время, но на этапе подготовки это может быть очень полезным заданием, которое дополнит основное. Найди подтверждение тому, что остальные ответы будут неверными. Подтверди конкретными словами из текста, которые ты прослушал. Чтение инструкции – это очень важный этап. Как мы уже сказали, в Едином государственном экзамене у нас инструкция стандартная, с ней учащиеся наверняка на этапе подготовки уже будут знакомы, но на этапе обучения, когда мы готовимся к ЕГЭ, чтение инструкции – это очень важная вещь, потому что само задание уже несет важную информацию. И такими упражнениями я бы не стала жертвовать. Вот, например, из задания вы услышите интервью, которое журналист берет у девушки из Южной Африки. Исходя из этого задания, из этой инструкции, мы уже можем узнать очень важную информацию о том, что мы будем слушать, сколько человек будет разговаривать, и примерно предвосхитить тему разговора, представить, какие могут быть вопросы. И, в общем-то, уже даже можем предсказать определенное лексическое поле. Поэтому, выполняя такое задание, опять же, я подчеркиваю, что такие вопросы, конечно, не на едином государственном экзамене учащиеся будут отвечать, а на этапе подготовки, на этапе обучения и приобретения своей компетенции в области аудирования. Вопросы по инструкции сыграют важную роль. И, на самом деле, вот такие задания, они не только для аудирования или чтения будут иметь ценность, а в том числе и при выполнении заданий из раздела «Письмо», когда ученику нужно будет очень внимательно прочитать текст стимула. На ключевых словах я бы хотела сосредоточиться еще один раз. И, например, посмотрим пример задания, где даны, как и положено, семь вариантов ответов. Учащимся нужно будет прослушать шесть текстов, и им нужно будет соотнести прослушанные тексты с основной идеей, выраженной в этом тексте. Если мы посмотрим на все эти варианты ответов, то мы увидим, что они, в общем-то, все про то, как учащиеся... Все они связаны тем или иным образом с фильмами, с молодежью и с интернет-технологиями. И такие слова, как фильм, такие слова, как веб-сайт, такие слова, как kids, grown-ups, youngsters, guests, people, они повторяются в разных вариантах ответов. И сразу определить разницу в каждом из этих вариантов ответов, просто их прочитав, очень сложно. Помочь в этом могут именно стратегия подчеркивания ключевых слов, что мы и можем попросить учащихся сделать. Кроме того, чтобы выделить отличия каждого из вариантов ответов, вот как мы это делали на этом слайде, может быть совершенно другое задание, противоположное этому. Например, прослушайте аудиозапись к заданию B1 еще раз и приведите номера аудиофрагментов, которые содержат соответствующую информацию. Вот как вы считаете, на что нацелено такое упражнение? Если мы попросим учащихся прослушать все шесть текстов, которые предъявляются в этом задании, и определить, в каких текстах информация повторяется. В нескольких из них есть информация про какое-то осеннее событие, в нескольких есть про экранизацию книги, в нескольких про молодежь, в нескольких про какие-то необычные соревнования, целых четырех про фильмы, про актеров или героев фильмов, тоже в нескольких. На что нацелено это задание? Как вам кажется? Вот исходя из тех типичных ошибок и тех трудностей, которые учащиеся испытывают при выполнении заданий. Ну вот здесь есть вариант ответов понять, что важно, а что нет. Мне очень нравится этот вариант ответа, потому что действительно это задание на то, чтобы учащиеся научились отделять главную информацию от дистрактора. Дистракторы всегда будут в текстах для аудирования. И если в одном из вариантов ответов присутствует слово «young people», то на эту тему будет упоминание как минимум в двух-трех вариантах текстов. Если упоминаются фильмы, это будет в нескольких текстах. Упоминаются герои-актеры, это будет в нескольких текстах. И вот это упражнение, оно именно нацелено на то, чтобы услышать, что несколькие тексты упоминают одно и то же, но упоминают по-разному, в разном контексте. И продолжением такого упражнения может быть как раз обсуждение, чем отличаются упоминания осеннего события в тексте А от текста Ф, например, или чем отличаются упоминания фильмов в тексте А, С, Д и Е. Безусловно, синонимический ряд и умение перефразировать – очень важные вещи при выполнении заданий единого государственного экзамена. И поэтому расширение словарного запаса, расширение лексического поля – очень важная задача в старшей школе. И один из примеров заданий может быть таким, когда нужно к слову из левой колоночки подобрать несколько синонимов из правой. Или задание можно усложнить и для каждого из указанных слов попросить учащихся самих составить тематическую лексическую группу. Здесь тоже вы можете гибко подойти к выполнению такого задания и либо попросить подобрать слова одной части речи, или наоборот, чтобы все четыре слова были разных частей речи, или подобрать словосочетания, развивая синтагматические связи наших учащихся. Зачастую в тех заданиях, которые предлагаются в вопросах, в тех утверждениях, которые предлагаются в вопросах, и в самих текстах авторы тестов играют, если можно так выразиться, с отрицательными и утвердительными формами. И это тоже бывает причиной частых ошибок, потому что учащиеся, ориентируясь на отрицание, дают отрицательный ответ, не вдумываясь в то, что смысл у отрицательного и утвердительного предложения одинаковый. И наоборот, не обращают внимания на отрицание, ориентируясь на ключевые слова, услышав, например, синоним слова fear и scared – страх и испуганный, но не обратили внимания на то, что предложение было отрицательным, и допустили ошибку. Поэтому соотнесение и различные упражнения на соотнесение отрицательных и утвердительных предложений, как синонимических, так и имеющих противоположный смысл – тоже важный этап при подготовке к единому государственному экзамену. Вижу в ваших комментариях очень мудрые мысли, что нужно прямо с сентября 9 класса начинать работать. Это действительно так, начинать надо заранее. Еще один из примеров того, как обратить внимание учащихся на то, что грамматика, грамматическая форма несет важный смысл. Дано предложение, например, И три варианта, из которых нужно выбрать предложение, которое будет ближе по смыслу к этому варианту, потому что одну и ту же мысль можно выразить с помощью разных грамматических структур. Как вы считаете, какое предложение стоит здесь выбрать? Второе. Отлично. Задание мы справились с вами. Мне кажется, что для учащихся тоже будет очень полезно соотносить структуры, в которых будут разные грамматические явления, но одинаковый смысл. И обращать внимание на то, как изменение грамматики несет изменение смысла. И просто сфокусироваться на слое «rein», «reining», «rein» будет недостаточно для того, чтобы выбрать правильный вариант ответа. При выполнении заданий на аудирование и чтение очень важно определить временную логическую связь с той информацией, которая содержится в тексте. Мы с вами, конечно, при подготовке к разделу «Письмо» очень много обращаем внимания на различного рода средства логической связи. На вводные слова, на слова, которые нам помогают выразить причинно-следственные отношения, перечислить, дополнить информацию, подвести итог к сказанному. Эта же работа полезна и для разделов аудирования и чтения, потому что помогает учащимся разобраться в потоке информации, соотнести отдельные части информации данной в тексте друг с другом и сделать правильный вывод. Поэтому одним из примеров заданий, которые будут учащимся помогать в этом, это задание на классификацию. Есть пять групп. Now, as well as, which, but, because. И дан список различного рода связующих слов, которые учащиеся должны будут распределить по группам в зависимости от их функций. Например, давайте с вами посмотрим в первую колоночку со словом «now». Какие бы еще слова мы могли сюда занести? Как вам кажется? «At the moment», «at present», «спасибо» за ваши ответы. «Currently», «абсолютно точно». Таким образом, учащиеся задумываются, во-первых, над тем, что одну и ту же функцию могут выполнять разные слова вводные и связующие, а с другой стороны, это им помогает определить перефразы и синонимы при прослушивании текстов или при их прочтении. Хотела бы обратить особое внимание на дистракторы. Давайте с вами попробуем сделать одно из заданий. Мы не будем с вами его делать целиком. Мы с вами прослушаем первый аудиотекст и найдем тот вариант ответа, который требуется. Определим его основную мысль. Вы услышите шесть высказываний. Установите соответствие между высказыванием каждого говорящего 1-6 и утверждениями, данными в списке A-G. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Я поменяла слайд. Вы сейчас видите слайд, который содержит основные утверждения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мы остановимся на одном отрывке. Как вам кажется, какой это вариант ответа? Четвертый. Действительно, это четвертый. Я сейчас вернусь к слайду, на котором у меня есть текст, транскрипт этого текста. И если посмотреть на составление этого текста, вы увидите, что в нем встречаются ключевые слова из совершенно разных ответов. Слово «фильм» встречается несколько раз. Он есть в вариантах ответов 1, в варианте ответа 4, в варианте 5 и в варианте 3. Также есть аноним в слову «фильм» CinemaTrend, который тоже является дистрактором. Встречается Adelson Children, который у нас есть и во втором варианте ответа, и упоминается в первом варианте ответа. Вот те слова, которые выделены у меня жирным шрифтом, это и есть дистракторы. И на самом деле самого слова «веб-сайт» в тексте нет. Присутствует «this brilliant interactive site», который перефразирует слово «веб-сайт». Но он не дает прямого соответствия, прямого совпадения с теми словами, которые есть в варианте ответа 4. На мой взгляд, подобное задание, которое будет помогать учащимся замечать эти дистракторы, на этапе подготовки тоже может быть очень полезным. После того, как вы сделали задание, вы можете поработать с самими текстами, с транскриптами, прочитать их, попросить учащихся подчеркнуть дистракторы, найти их в тексте. Какие слова были специально вставлены для того, чтобы помешать найти правильный ответ? Примеры, которые я сегодня привожу, они большей частью взяты из пособия типичные ошибки в ЕГЭ, как их избежать. И просто для вашей информации хочу добавить, что там присутствует текст, присутствует тест, который полностью разобран с комментариями. И вот те ошибки, которые учащиеся могли бы допустить в таком тексте, они объясняются, и дается комментарий, почему один из ответов является правильным, один из ответов – неправильным. и эти комментарии помогут как вам прокомментировать правильные ответы, так и учащимся, если они работают с этим пособием самостоятельно, понять, в чем заключается их ошибка, разобраться, почему правильным ответом является другой вариант, и по-русски прочитать это подробное объяснение. какие возможные ошибки тоже существует эта информация в пособии. и даны рекомендации о том, как избежать ошибок при аудировании с точки зрения организации своей деятельности. Что рекомендуется делать? Например, использовать паузу для предварительного ознакомления с вариантами ответов и прогнозирования содержания аудиотекста, использовать первое прослушивание и второе прослушивание, чтобы найти дополнительное подтверждение выбранному варианту, чтобы главная тема лид-мотивом проходила через весь аудиофрагмент, не делать вывод на основании одного текста, обращать внимание на синонимическое оформление одних и тех же понятий в аудиотексте и вариантах ответов, обращать внимание на амофоны, каким образом можно еще учащимся помочь, и что им можно порекомендовать. Попробовать при прослушивании аудиотекста мысленно сформулировать свой собственный вариант ответов, а потом посмотреть, есть ли какие-то варианты, которые по сути будут совпадать с их собственным вариантом. Если действительно такое будет, то это практически полная гарантия того, что ответ выбран правильно. Ну и, конечно, понять общую тему, предмет описания в задании B1 во всех текстах. Ну и что не рекомендуется, потому что такие трудности и такие ошибки наши учащиеся тоже делают. Они полагаются на созвучие слов в аудиотексте, тогда, когда нужно опираться в первую очередь на смысловое содержание. Нельзя полагаться на общепринятые представления о мире. Понять каждое слово в аудиотексте, что совершенно невозможно, и выполнить задание успешно можно, без понимания значения отдельных слов. Безусловно, помнить о многозначности и привлекать контекст для выявления значения слова. Опасно механически использовать значения, которые интернациональное слово имеет в русском языке. Ну, а сейчас я хотела бы вам загадать загадку. Вот, посмотрите на картинки. И скажите мне, как вы думаете, о чем можно так сказать? Что это скелет, на котором держится лексика? Что это цемент, который скрепляет кирпичи? Или что это фундамент, на котором возводится здание под названием «Иностранный язык»? Как вам кажется? Что же это за ответ? Ну, кто-то считает, что это порядок слов в предложении, но на самом деле, наверное, это более общий ответ. Действительно, это грамматика. И несмотря на то, что в традициях российской школы уделять большое значение и большое количество времени на уроках формированию грамматических и лексических умений и навыков, все равно наши учащиеся, как ни странно, именно в этом разделе показывают самые низкие результаты. Ну, и, в общем-то, знание грамматики влияет и на освоение, и на выполнение заданий других видов речевой деятельности. Ошибки все равно присутствуют. Вот если, например, мы посмотрим на такое предложение. «Please, will you to show me codes?» Какая здесь ошибка? Что бы вы исправили? Конечно, рука сразу тянется за красной ручкой, чтобы зачеркнуть слово «to». А если мы прочитаем ситуацию, контекст, в которой этот вопрос был задан, то как изменится ваше мнение об ошибке? «Cheng wants to buy a jacket in Britain, she goes into a shop and says, please, will you to show me codes?» Да, мы сразу понимаем, что, в общем-то, «to», хоть и является грамматической ошибкой, на понимание будет не сильно влиять. И если «Cheng» будет упорно просить codes, то «jacket» она не купит. Поэтому, на мой взгляд, обучая грамматике, нужно помнить, и мысль лейтмотивом основная должна проходить такая, что самые главные ошибки, самые важные грамматические ошибки – это те, которые влекут за собой неправильное понимание и искажают смысл. Это важное выполнение заданий в ЕГЭ, потому что задания на грамматику и лексику даются в контексте. Это не отдельные предложения «вставь слово в нужной форме», а правильность того или иного варианта будет определяться контекстом. Еще один пример. Еще один пример. Диалог Питер и Амира беседуют. «How long are you here for?» «Two years». «Wow! You are already here since two years?» «No, no, I am come yesterday». «Oh, yesterday?» «No, no, last week. I mean, I came last week». Ну, мы тут много найдем грамматических ошибок с вами, если нас попросят поправить этот диалог. А в каком месте самая главная ошибка была совершена? Как вам кажется? Ну, разные есть варианты. Но, на мой взгляд, самая главная ошибка была совершена в первой фразе. Потому что, в общем-то, первая фраза «how long are you here for?» является абсолютно грамматически правильной. Это правильная грамматическая фраза, но мы ее используем, когда мы спрашиваем о будущем. И Амира совершенно честно отвечает Питеру, что она приехала на два года. Но выясняется, что Питер спрашивал не о том. Он спрашивал о том, когда она приехала, то есть сколько она уже находится в этом месте. И, пытаясь объяснить в своих последующих вопросах это, Амира постепенно понимает, что имелось в виду. Вот такое тоже случается, что грамматическая форма использована грамотно, но она использована неправильно, то есть она не соответствует тому смыслу, который в нее вкладывал говорящий. И, в общем-то, те ошибки, которые связаны, которые наши дети допускают в ЕГЭ, вот эти ошибки, они выписаны, опять же, из аналитических отчетов, они связаны с чем? Если мы тоже с вами, как учащиеся, выделим ключевые слова, мы увидим, что учащиеся не столько допускают ошибки в формообразовании, сколько неправильно выбирают форму. Неправильный выбор, неправильное использование, неправильный выбор, неправильное использование. Везде это присутствует. Чаще всего ошибки, связанные с формами глаголов, с выбором аффиксов, использованием фразовых глаголов, форм причастия, выбором слов, имеющих похожее значение. То есть затрачивая большое количество времени на отработку формообразования и не обращая достаточного внимания на контекст, на суть грамматического явления, на его смысл, на его значение, мы рискуем получить именно такие результаты. Каким образом можно помочь учащимся сопоставить разные грамматические и лексические явления, для того чтобы они понимали разницу, увидели ее и учитывали при выполнении заданий? Во-первых, обращать внимание на контекст, учить анализировать структуру предложения. Ну, естественно, если учащиеся не знают проверяемых лексических единиц, тут мало что можно сделать, но соотносить грамматическую форму с ее значением мы должны их научить. Ну, неправильная стратегия выполнения задания – проблема общая для любого типа экзаменационного упражнения. Мы с вами за последние 10-15 лет пережили много перемен и явились свидетелями нескольких таких вот важных тенденций при обучении грамматике. Во-первых, я думаю, сейчас уже массово школа отошла от экстенсивного подхода, когда мы заучивали грамматические правила исключения, изучали грамматические справочники и таблички, и приоритет смысла над формой существует в любом современном ОМК, который мы используем. Поэтому использование грамматических структур мы, как правило, изучаем на основе функционального подхода или ситуативного подхода. Развитие корпусной лингвистики, которая породила лексический подход, тоже влияет на подходы к обучению. И мы обращаем внимание не только на какие-то грамматические структуры, но и на коллокации, на так называемые чанки, то есть, если перевести дословно, кусочки фраз, которые устойчиво используются в английском языке. Ну и, как правило, то, к чему мы пришли сейчас, то сейчас в реальности существует в наших школах, это сочетание сознательного освоения грамматического материала с эксплицитным предъявлением правил и метода профоошибок, когда учащиеся коммуникативно используют языковые средства и из своего опыта общения тоже приобретают навык использования различных грамматических средств. Ну, вот те упражнения, которые нам, кажется, помогут учащимся. Безусловно, раз учащимся трудно сделать выбор, значит, большое количество упражнений, которые мы делаем, должно им позволять потренироваться в этом выборе, выбрать из трех похожих вариантов то, что действительно подойдет, и обосновать свой выбор. Также важно понимать и помочь учащимся это понять, что каждая часть слова, приставка ли, суффикс ли, несет свою функцию. И есть определенные словообразовательные элементы, которые что-то обозначают. И вот соотнести эти словообразовательные элементы с их значением может быть одной из заданий. Например, miss. Префикс miss. Что он будет означать? Он будет означать, что что-то сделано неправильно или плохо. Например, under будет означать, что чего-то нам не хватает, что-то у нас находится в недостаточном количестве. И нужно соотнести значение префиксов с тем смыслом, который они добавляют к значению слова. А потом мы можем учащимся предложить, а вот теперь используйте эти префиксы для того, чтобы образовать однокоренные слова для, например, таких слов. Таким образом, мы расширяем и лексический запас учащихся, и помогаем им понять, в чем функция, в чем смысл словообразовательных элементов, и добавляем дополнительную тренировку. Очень важно при изучении нового грамматического явления уделять внимание следующим аспектам. Во-первых, сравнивать языковые явления. I'm going to give them a wedding present. I'm giving them a set of cutleries of wedding present. И то, и другое – это предложения, которые говорят о событиях, которые произойдут в будущем. В чем разница? В чем разница и в каком грамматической структуре мы отдадим предпочтение? Когда учащиеся видят такие варианты сравнений, им легче понять эту разницу. Что в первом случае мы всего лишь пока намереваемся подарить на свадьбу подарок, а во втором случае мы уже решили, что мы подарим, выбрали этот подарок, и это более определенное событие в будущем. Указание на более и менее частотные формы, потому что одну и ту же мысль ее, в общем-то, можно выразить по-разному. Но есть варианты, такие как, например, I'm going to university, которая будет предпочтительна, хотя I'm going to go to university и менее частотно, но все-таки входит в нормы английского языка. Также есть ошибки, которые учащиеся делают из года в год. И какой бы класс к нам ни приходил, мы натыкаемся на те же самые грабли. Поэтому указать на наиболее типичные ошибки, предупредить ошибку иногда бывает полезно, не дожидаясь того, как наши учащиеся ее сделают. Ну и указание на несколько возможных вариантов he's been away for a week, he's been away a week, которые современные нормы английского языка тоже позволяют использовать. Тут были вопросы по поводу пособия, которые я упомянула. Я хочу обратить ваше внимание на него. Оно было в этом году дополнено, и скоро будет новая версия с цифрой 2014 год. Мы добавили туда количество тестов, добавили разных тренировочных упражнений. То есть это пособие не будет дублировать предыдущее, оно будет его дополнять и расширять. Мы очень благодарны Кринае Степане Махмурян за ее научное руководство при работе над этим пособием. И хочу сказать, что его основная функция заключается именно в том, чтобы помочь учащимся именно в старших классах проанализировать, определить, какие области требуют внимания, и над этими областями поработать и на них сфокусироваться отдельно. Кроме этого пособия, хотела бы упомянуть еще пособие по подготовке ГИА, автором которого является Наталья Николаевна Трубанева, которое, в общем-то, создано в той же идеологии, как это пособие по подготовке к ЕГЭ, и позволяет учащимся разобраться, где есть проблемные области, где есть недоработки, усиленно над ними поработать и преодолеть те трудности, которые пока еще присутствуют. Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли участие в вебинаре. Буду рада ответить на ваши вопросы, если они у вас возникли. Ну и, конечно, хочу пожелать вам, чтобы учащиеся продемонстрировали на едином государственном экзамене достойный уровень знаний, потому что мы все с вами усердно и честно над этим работаем. Ну и хорошего лета! Спасибо большое! Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо за добрые слова. Я рада, что информация была полезна. Вопрос про устную часть задается. Коллеги, вот я знаю, что сейчас Федеральный институт педагогических измерений проводит конкурс контрольных измерительных материалов для раздела «Говорение». Ну, а что касается «Будет или нет», мы с вами узнаем, я думаю, вместе, когда выйдут соответствующие нормативные документы. Точной информации, к сожалению, у меня нет. Ну вот вопрос, я считаю ли я, что тексты для чтения порой очень сложные. Тексты для чтения разноуровневые. В первом задании они не должны превышать уровня А2 плюс Б1, во втором задании это будет уровень Б1, и в третьем задании это уровень Б2. Соответственно, это действительно сложный текст публицистического или художественного характера, поэтому ожидать от него, что он будет простым, наверное, не стоит. Нужно быть к этому готовым. Спасибо за комментарий, чтобы и на письма были ответы. Письмо – это такое свободно конструируемое задание. Можно дать лишь примерный какой-то ответ. Значит, ну вот здесь задается вопрос про синонимы. На синонимы достаточно много типов заданий, начиная от нахождения соответствий, подбору лексического поля. Я несколько примеров сегодня приводила с синонимами. Также хорошо использовать задания на так называемые false friends, которые выглядят вроде как похоже, но на самом деле имеют разное значение. Также полезно обращать внимание на слова, которые являясь синонимами, все-таки в разном контексте будут нести разный смысл. Например, find out, look for, search. В общем-то, можно сказать, что это синонимические выражения, но в зависимости от того, в каком контексте мы будем использовать их, мы будем выбирать то или иное слово. Поэтому это тоже задания, которые показывают, что да, это синонимы, но используются они по-разному, тоже очень важно. Здесь есть вопросы по заданию C2, по письму. Я специально сегодня письмо не рассматривала, потому что я считаю, что это вообще вопрос для отдельного семинара. Продуктивные виды речевой деятельности, они, безусловно, являются самыми сложными. И для письма, я думаю, стоит отдельно об этом говорить. Я знаю, что в общем в титуле проходили такие вебинары, и в записях вебинаров можно поискать полезную информацию для себя. Жалко, что не было слышно вам. Видеозапись вебинара будет. Алексей Васильевич вам отвечает. Задается вопрос, будет ли упрощаться ЕГЭ для ВГОС. ЕГЭ будет отражать федеральный государственный образовательный стандарт. Согласно стандарту предполагается два уровня сдачи ЕГЭ. Это базовый и повышенный. Поэтому я думаю, что для базового уровня будут отсутствовать задания. с повышенного уровня, то есть сама работа будет, конечно, проще просто по определению. Спасибо вам большое за активное участие, за вопросы, за выполнение заданий. По вопросу, вот спрашивают, увеличивается ли время выполнения задания. Ну, в прошлом году мы знаем, было изменение, что на письмо увеличили количество времени. дали 60 минут. В этом году пока нету больше других изменений. Спасибо большое еще раз, коллеги. Я тогда отключаюсь. Всем вам хорошего лета еще раз. Удачи и творческих, профессиональных успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok